Продолжение следует... ...почти государственную функцию компании Power Matrix, ну и вот Imperium Valium в целом, которую мы вчера с вами поздравили и отметили ее рождение. И конечно же наше не случайное вот с вами присутствие здесь, и мы говорим про базовые препараты линейки Power Matrix, матричные препараты. Я буду сегодня со своей коллегой, которая поделится результатами нашего наблюдения за пациентами применения этих препаратов, мы будем говорить очень коротко, но о системных факторах именно матричных препаратов. Потому что в компании Power Matrix уже целая линейка оздоровительных препаратов. Вот прекрасно об этой линейке, о воде, об ее информационных электронных свойствах говорит Ирина Петровна Пьянтина, которую вы сегодня слышали уже. А мы с вами будем говорить как раз про препараты биорегуляторы тканевого матрикса. Ну и так, давайте потихонечку как бы начнем. Что? Кузнецов Андрей Николаевич. Сегодня я подготовил такой блиц-материал по принципам работы наших матричных препаратов, биорегуляторов, или еще их органами препаратами называть. Вообще, наша страна по этому направлению в значительной степени опередила в исследованиях и в использовании многие другие страны в этом направлении. Потому что впервые эти исследования и открытия были сделаны более 40 лет назад. И сегодня достаточно эффективно, и как мы видим, продолжаются эти исследования. Я еще раз невероятно благодарен докладу Ларисы Вячеславовны, который она сделала. Применяются и эффективно применяются эти препараты. Препараты эти информационного характера. И сейчас вы поймете, почему они работают именно на информационном уровне. И самое интересное, какими они свойствами обладают. Любой наш орган, а мы с вами знаем, что наши все функциональные системы состоят из органов. Состоит из клеток наш орган. И эти клетки живут в особой среде. Среда эта уникальная. Она обладает особыми индивидуальными свойствами. Эта среда называется внеклеточный матрикс. Через внеклеточный матрикс... Вот это наши с вами клетки. А вот это желтый, это внеклеточный матрикс. Через внеклеточный матрикс клетка получает питание. Она выделяет во внеклеточный матрикс продукты своей жизнедеятельности. То, что мы называем продукты метаболизма. И через внеклеточный матрикс осуществляется межклеточное взаимодействие. Или его называют регуляторное информационное взаимодействие. И вот это три важнейшие функции, которые выполняет внеклеточный матрикс. И которые обеспечивают системную, комплексную работу всех клеток органа. И вот этот матрикс, это не просто какая-то жидкость. Она, эта жидкость уникальная. И для каждого органа она своя. Обладает своими структурными и своими функциональными свойствами. Именно по этой причине, вот те препараты, та линейка, которую мы с вами имеем в компании Power Matrix, мы используем для этого органа. Спасибо. Для одного органа мы используем один препарат. И вы знаете, там есть надписи. Для другого, другой препарат. Ну, а если какое-то системное заболевание, то требуется, соответственно, определенный набор этих препаратов. Так что такое, и какие такие особые свойства обладают препараты Power Matrix, и на что они влияют? Матрикс это сложная динамическая система, которая выполняет те функции, которые я только что знал раньше. Но именно структура матрикса определяет ее функциональные свойства. И вот нарушение структуры от нормы, вот эти функции органа нарушаются. В первую очередь нарушаются метаболические процессы, информационные связи. И, соответственно, нарушается деятельность всех функциональных систем уже более крупного порядка. Так вот, в матриксе есть разные крупные молекулы, и коллагены, и эластины, и фибробласты. Но там есть уникальные маленькие молекулы, которые как раз содержатся в наших матричных препаратах. Это маленькие пептиды, или их еще называют гликопротеины. У них множество разных названий. Мы с вами их называем на наших семинарах контактины. Потому что они осуществляют контакт, вот эти контактины, они осуществляют контакт между вот этой гелиобразной динамической средой матрикса с клеточной мембраной. И от того, какая это сцепляемость между матриксом и клеточной мембраной, зависят очень многие свойства и функции работы органа и функциональных систем. Ни одна функциональная система, такие как иммунная, нервная система, эндокринная, которые представлены в матриксе, они напрямую не взаимодействуют и не контактируют с клетками, а все эти взаимодействия обеспечиваются и осуществляются непосредственно через среду матрикса. И вот это очень важное обстоятельство. Ну и я коснусь такого важного критерия. Вы знаете, что у нас много различных функциональных систем, три из них я назвал. Ну вот иммунная система, она как бы интегративная система нашего с вами организма. И сегодня Лариса Вячеславовна говорила, когда снимаются наши адаптационные возможности организма, начинаются развиваться самые различные заболевания, в том числе гипертензии, которые был посвящен докладу. И это как бы является критерием возрастных изменений. Так вот, человек рождается фактически с нулевой иммунной системой. Но потом, примерно к 20 годам, иммунная система выходит на свое плато, и человек достаточно устойчив к внешним неблагоприятным негативным факторам. Он достаточно редко болеет. А если заболевает, то быстро выздоравливает. Но хотим мы или не хотим, свойства иммунной системы, иммунный статус снижается. Примерно к 45-50 годам. И вот чем дольше мы будем поддерживать с вами иммунный статус на хорошем, достаточно высоком, активном уровне, тем мы с вами более далеко отстраним возрастные заболевания, возрастные изменения. И фактически вот эти препараты Power Matrix являются профилактикой возрастных заболеваний, в том числе, и фактически это являются геронтологические средства. А вот именно в этом возрасте, когда резко падают функции иммунной системы, как раз происходит большой рост количества самых различных возрастных заболеваний. Это показано вот зеленой кривой, как системный фактор. Кстати, это график. Вот этот вот слайд я взял с любезного разрешения. Академика Козлова Владимир Александровича, иммунолога, который до недавнего времени много лет возглавлял в Новосибирске институт клинической иммунологии, когда мы с ним выступали на одной из конференций. Так вот, в чем особенность наших молекул, которые в очень невысоких дозах, фактически на информационном уровне, содержатся в маточных препаратах? Ну, во-первых, они не обладают глобулярной структурой, и в связи с этим они являются не иммуногенными. Что это означает? Они не вызывают аллергических реакций. И это очень важно отметить для любого пользователя. Особенно в связи с тем, что сегодня аллергиков очень много. Поэтому совершенно спокойно любому аллергику вы можете применять данные виды вот этих линейки маточных препаратов. Следующая особенность. В силу того, что они не обладают именно глобулярной структурой белка, они не подвержены изменению и нарушению свойств при термической обработке вплоть до кипячения. Важные обстоятельства. Надо взять на заметку. Они не изменяют своих свойств в кислой среде. То есть, когда мы с вами готовим себе небольшой такой спектроназодик, вот капая в водичку капли матрикса, мы можем его под языком, как сублингвальным способом принять этот препарат, но можем и выпить его. Потому что и кислая среда желудка не изменяет свойства матрикса, вот этих молекул. Но они действуют именно прицельно на тот орган, в отношении которого мы используем эти препараты. И другая важная особенность, но я уже сказал, что они являются неиммуногенными, то есть, не аллергенными. На это надо обратить внимание. Давайте с вами сейчас очень коротко перечислим, какие основные сквозь вот этих тканеспецифических факторов линейки Power Matrix. Обратите внимание, что эти препараты являются не видоспецифическими. Что это означает? Что вот эти регуляторы, вот эти маленькие контактины, эти молекулы присутствуют фактически в тканях всех животных, всех, скажем, даже птиц, рыб. И если эта молекула находится и взята из печени или легкого рыбы, или птицы, то она подойдет для регулировки ткани человека. Поэтому и эти препараты, о которых идет речь, совершенно спокойно можно использовать не только человеку, но и в том числе нашим с вами домашним животным. Потому что они тоже болеют. У нас есть и кошки, и собаки, у кого-то есть подворье хозяйственное, и можно и коров лечить, и кого угодно. Потому что это очень системные вещи, которые подходят всему живому, о чем мы с вами говорим. Они стабилизируют, но эти препараты не являются видоспецифическими, но они являются тканью специфическими. Я уже об этом немного ранее сказал. То есть если мы берем вот эту молекулу, выделенную регулятором, биорегулятором, из какой-то ткани животного, или птицы, или рыбы, млекопитающего, он подойдет абсолютно для человека, для регулировки его ткани, структуры ткани, и соответственно для регулировки функции этой ткани. И в связи с этим происходит стабилизация ткани, обеспечивается нормальная механическая интенсивность деления клеток, или пролиферация, говоря на медицинском языке. Это очень важный процесс. Потому что пролиферация клеточная очень часто нарушается. У нас в конкретном органе может быть только определенное количество клеток. Чтобы клетка заменилась на новую, ей старая должна уступить место путем естественного ухода, фагоцитоза, путем апоптоза, удаления клетки. Но механизмы апоптозы очень часто нарушаются при вирусных инфекциях, когда вирус как бы маскирует клетку от иммунной системы, и она с нарушенной функцией иммунная система ее не видит и не может ее удалить, вывести. В связи с чем происходят различные мутационные процессы, мутации внутри клетки происходят. Более быстрый апоптоз, это тоже плохо. Он связан с ненормальной, неполной дифференцировкой клетки, то есть с ненормальной, неполной ее функцией, что часто наблюдается при различных аутоиммунных заболеваниях. И вот обратите внимание, что именно через регулировку структуры и функций матрикса мы имеем возможность регулировать очень важную позицию, такую как апоптоз и клеточную пролиферацию и деление, соответственно обновляя ткань и управляя вот этими процессами. Ну про апоптоз уже сказал, значит дифференцировка клетки. Клетка может, как говорится, принять свою нормальную функцию или дифференцироваться только в условиях матричной среды. И это очень важно. Особенно это важно в отношении стволовых клеток. Вы знаете, что стволовые клетки это не дифференцированные клетки, но они получают именно свою функциональную особенность, свою задачу, которую они выполняют именно в условиях матрикса. Матрикс передает ей эту функцию. Очень интересная тема, о ней можно много рассказывать, экспериментов, исследований, но сейчас у нас нет такой возможности. И обратите внимание, когда нормальная структура матрикса, то возникает некоторая устойчивость к некоторым патогенетическим факторам, к некоторым неблагоприятным факторам. И в этой связи наши препараты компании Power Matrix могут использоваться именно как профилактические, именно для того, чтобы уменьшить воздействие или давление внешней среды, но и внутренней среды, которая тоже имеет определенное негативное воздействие при нарушении различных метаболических и обменных процессов. Влияет на устойчивость к опухолевому перерождению эти препараты. Я причем называю все это доказанные вещи. В том плане, что если мы с вами применяем вот эти препараты, мы фактически с вами делаем профилактику опухолевых и онковых, соответственно, заболеваний. Тоже важное обстоятельство. Осуществляют контактное торможение и деление. Вот мы с вами говорили про пролиферацию деления клеток, которая управляется нормальной функцией матрикса. Но клетка в условиях состояния нормального матрикса не делится до бесконечности. Клетки друг друга чувствуют, ощущают друг друга. И именно при нормальной структуре и функции матрикса вот это контактное торможение поддерживает на должном уровне. Клетки не делятся до бесконечности, они чувствуют друг друга. Вот это вот контактное торможение, очень важное обстоятельство. Ну и самое главное, я уже ранее тоже об этом говорил, что эти препараты действуют в малых и сверхмалых дозах. У Ларисы Вячеславовны сегодня в докладе это тоже прозвучало, по-моему, да? Значит, вот мы в перерыве общались с коллегами, с доктором, которая с ней пришла и вот сейчас находится. И как раз обсуждали те самые сверхмалые дозы, которые используются и работают как регуляторные вот этих серьезнейших и очень важных функциональных процессов. Еще в 1944 году канадский исследователь Коман установил, что сила сцепления клеток в опухоли примерно в 10 раз меньше, чем в исходной нормальной ткани. И именно по этим позициям, то есть в онкоткани, сцепляемость между матриксом и клеточной мембраной в 10 раз снижена, в отличие от нормального состояния ткани. И в этой связи это очень важное обстоятельство, которое нашими учеными российскими и советскими исследовалось. Это вот клеточное сцепление называется клеточная адгезия. И вот это свойство очень активно исследовалось, и от него много что зависит. Что такое клеточная адгезия? Ну, клетка должна вот с матриксом определенную сцепляемость иметь. Это эффект адгезионных свойств при принятии наших препаратов проявляется через несколько часов. А на пролиферацию, то есть на управление делением, немножко позднее, через 10-12 часов от начала приема препаратов. Вот это, кстати, важная позиция. И очень часто звучат на семинарах вопросы, рекомендации, которые дает Любовь Викторовна, другие специалисты, которые проводят семинары. Надо понимать, как бы на чем основаны эти рекомендации. И сейчас дальше вы это увидите, почему мы именно по таким схемам применяем вот эти регуляторные эффектиды. Нормализация вот клеточной адгезии, значит, при однократном введении вот этих вот наших препаратов, то есть вот вы тренили 5-7 кабель, либо под язык, либо воду, она сохраняется и держится от 12 до 24 часов. Именно поэтому, чтобы перекрыть вот эту вот стабилизацию, вот этого адгезии, пролиферации и прочих других свойств, которые мы перечисляли, необходимо применять эти препараты 2-3 раза в день. Именно это объясняет обстоятельства. Но при этом, скажем, 4-й и 5-й раз уже особого смысла не имеют. Лучше от этого не станет и не будет. Это очень важно. Пролиферация держится, по стуну наступает с 6-часовой задержкой. Для получения стабильного эффекта проводились такие исследования. Важно же нам не просто вот капать эти препараты, надо же застабилизировать матрикс, да, чтобы функции, метаболические процессы выполнялись устойчиво. Так вот, когда проверяли на мышках, проводили исследования, то мышам достаточно вот для стабилизации ткани, для выведения ее на нормальное функционирование, достаточно 10 дней прокапать. Для человека это обычно 3 недели. Поэтому, ну, здесь надо обращать внимание на следующее обстоятельство. Здесь еще играет важность в процессе глубина и стадия заболевания. Значит, если это начальные стадии заболевания, если только это профилактика, то достаточно вот этих 3-4 недель, вот этого месячного курса. Если, конечно, это какое-то серьезное хроническое заболевание, годами формировавшееся, конечно, могут потребоваться месяцы и до полугода и более применения вот этих вот препаратов, вот маточной регулировки. И это очень важные позиции. Очень коротко, значит, о системных механизмах и том месте этого системного воздействия, которое, собственно, в наших препаратах заложено. Вот еще в 1955 году великий немецкий врач, Рекерик, его именно может к великими отнести, потому что он указал и создал системные механизмы развития заболеваний. Что он определил 6 стадий процессов, протекающих в соответствующих видах тканей. Эта система называется система гомотоксикоза по Рекверику. Наверняка многим приходилось слышать вот эту стадию гомотоксикоза по Рекверику. Так вот, Рекверик, в частности, в своем труде пишет, что болезни есть проявление защитных сил организма. И с этим трудно не согласиться. И сегодня, опять-таки, поскольку моя предшественница Лариса Вячеславовна говорила, там у нее тоже в докладе было, значит, резервы адаптации. Это очень важная позиция для организма, когда в организме есть эти резервы адаптации. Так вот, защитные силы организма управляются иммунной системой против внешних и внутренних токсинов. Обратите внимание, токсинов. А токсины по Рекверику, ну это уже многократно и много раз доказано, как раз скапливаются в нашем с вами внеклеточном матриксе. И вот эти токсины, которые там годами-годами накапливаются, ну это разные там механизмы, не будем этого касаться, но так или иначе они нарушают и структуру матрикса, и функцию матрикса. И вот это тоже важная позиция. Болезнь – это попытка организма скомпенсировать ущерб, что у нас произошло? Все нормально, да? Ущерб, возникший вследствие воздействия различных ядов или же токсинов. И вот шесть стадий гомотоксикоза по Рекверику, они, в общем-то, известны, я просто привожу ваше внимание, а для экономии времени очень коротко только озвучу вот эти главные позиции. Стадии выделения. Ну вот заболел человек, у него что появляется? Насморк, мокрота. Это вот первая стадия гомотоксикоза, которая при базолевлении может так себя проявлять. Стадия реакции. Как стадия реакции себя проявляет? Покраснение, температура – это стадия реакции. Вот на этих стадиях организм собственными резервами адаптации справляется с заболеванием. Если больше накапливается токсин, то уже происходит стадия накопления и стадия насыщения токсинов. И вот эта третья и четвертая стадия накопления и насыщения – это так называемые матричные фазы. Когда именно воздействуя на матрикс, имея те инструменты, которые мы с вами имеем в виде линейки вот этих препаратов PowerMatrix, мы можем отстроить функцию, работу матрикса, улучшить дренаж, выделительную функцию, освободиться от токсинов, запустить работу иммунной системы, то есть сбалансировать работу клеток и органов через регулировку структуры и функции матрикса. Это как раз третья и четвертая стадии, матричные стадии. А вот пятая стадия дегенерации и озлокачественной ткани – наши препараты, которые у нас есть в компании, они уже приобретают некоторую вторичность. К тому же нужны более радикальные методы лечения. Но их вторичность совсем не означает, что они не нужны. Они очень нужны. Просто если на третьей, четвертой стадии этого может быть достаточно для выравнивания состояния органа, системы одними вот этими матричными препаратами, то на уже стадии пятой и шестой дегенерации и озлокачественной может этого быть недостаточно. Это надо обстоятельства учитывать. Ну и вот в интернете я нашел совершенно замечательную таблицу фаз шести этих, фаз гомотоксикоза. Я думаю, что если вы покопаетесь, тоже найдете. Значит, как раз здесь по различным системам, по различным системам, которые здесь указаны, органам и системам, показаны, как развивается в динамике заболевание и какой симптоматикой оно себя проявляет по стадиям накоплениям этих шлаков, токсинов. Именно в составе матрикса. И вот этого можно все увидеть. Не буду тратить на это время для озвучивания. Просто обратите на это внимание. И у врачей уже имеется определенное, что называется, как бы название по этим, по стадиям заболеваний. И они уже имеют такое, как бы медикаментозное название. Ну и уже сегодня звучало, и подчеркну особенно, что наши препараты совершенно спокойны. Во-первых, в концепции, которая вчера озвучивалась на нашем таком мероприятии в Академии наук, значит, там заявлялось, что в основных задачах и целях вот организации, значит, активное долголетие. Активное долголетие, конечно, связано со здоровым состоянием, как мы там называли, духовным, физическим, финансовым. Это все абсолютно правильные вещи. Но вот активное долголетие, конечно, без понятия геронтологии, оно как бы взаимодополняющее и взаимовытекающее одно из другого. Есть совершенно замечательная книга трех авторов Донцова, Крутько и Труханова. Медицина об антистарении. На сегодняшний день существует порядка 200 теорий старения организма. И вот сегодня, я опять-таки обращаюсь к Ларисе Вячеславовне, она указывала гипертоническую болезнь как одно из проявлений начала старения организма, хотим мы того или не хотим. И чем больше мы эту гипертонию отодвигаем в сторону, используя те приемы, средства, соответственно, мы дальше и в сторону отодвигаем процесс старения. Но это один из критериев, да? А критериев-то может быть огромное количество. И вот на сегодня существует порядка 200 различных теорий. Но самое главное, что все эти 200 теорий объединяются в одно системное понятие. Когда нарастание, ну я сначала назову такой научный термин, нарастание энтропии. Энтропия это такой системный показатель, который определяет состояние динамического хаоса или порядка в организме человека. И вот чем больше у нас хаоса, тем больше у нас заболеваний, и тем больше мы, организм, стареет. Вот чем больше мы поддерживаем порядок в организме, причем динамический порядок, тем мы больше продлеваем свой биологический, снижаем свой биологический возраст и продлеваем свою жизнь. Такой пример. С ним хорошо известно такое понятие, как вариабельность сердечного ритма. Наверняка всем знакома. У молодого здорового организма вариабельность сердечного ритма достаточно высокая. Но чем организм старее, тем вариабельность ритма становится меньше. Причем она может как выходить как за границы нормы вот этой разбалансировки, так и наоборот сужаться как бы в точку. И то, и другое плохо и чревато летальными исходами. Поэтому вариабельность сердечного ритма как любой динамический процесс должен находиться в определенной норме, в определенном диапазоне. И это касается практически всех функциональных процессов, потому что они должны находиться в определенном коридоре нормы. в определенном коридоре нормы. Ну вот буквально три дня назад мне довелось работать в Пекине, еще в другом городе, вот только прилетел по приглашению. Там, кстати, очень серьезные организации, которые тоже называют, занимаются безопасностью здоровья, национального здоровья. Я там представлял одну из технологий, пояснял принципы физические, как это работает. Ну и мне вот как бы надо было соединить китайские традиции с западными традициями. И я думаю, что нам это понятие тоже очень будет близкое. Вам хорошо известен этот символ, инь-янь. И многие его используют как эзотерический символ. А вот что он может характеризовать с нашей позиции от объяснения этих энтропийных процессов и процессов хаоса? Во-первых, вот эта линия показывает динамику, она может изменяться. Вот это признаки порядка хаоса в порядке, а вот это признаки порядка в хаосе. То есть хаос и порядок – это не статические процессы. И это имеет самое прямое отношение к состоянию и к динамике процессов, которые происходят во внеклеточном матриксе. И которыми мы с вами при помощи матричных препаратов имеем возможность управлять. А вообще в нашем с вами организме вот этот процесс называется как гомеостазом. Гомеостазом. И вот бывает нормальный гомеостаз, а бывает и патологический гомеостаз, который, кстати, прекрасно описал наш ведущий нейрофизиолог Сеченов подсказывает, но я бы хотел назвать фамилию Бехтеревой Натальи Петровны. У нее очень хорошая работа именно на предмет формирования патологического гомеостаза. Когда уже сформировалась болезнь, то и гомеостаз уже находится в той зоне, как бы сдвинут коридор в другую совершенно область. У Бехтеревой это прекрасно описано. И вот китайская медицина, восточная медицина использует различные приемы, в том числе вот эти пять элементов, когда теми или иными способами они выравнивают вот этот вот нарушенный энергетический баланс в организме. Какие способы? На различные меридианы, биологически активные точки оказывается различное воздействие. Это прижигание, это иглоукалывание и прочие-прочие методы выравнивания вот этих пяти элементов. Но у нас же с вами нет такого понятия огонь, вода, земля. У нас нет. То есть это какие-то символические понятия, которые в себя определяют, включают определенные системы и органы. Выравнивание вот этих элементов позволяет выровнять тот самый нарушенный гомеостаз и привести в нормальную физиологическую норму, о которой мы говорим. Мы с моей коллегой Ольгой Сергеевной Шишаевой, которой я вот уже сейчас приглашаю присоединиться ко мне, я лично занимаюсь очень многими диагностиками и лечебными аппаратными методами, не только препаратами и даже не столько препаратами. И вот мы с ней нашли очень интересную методику, древнюю методику, которой уже фактически 50 лет. И она на рынке и вообще в медицинской среде хорошо известна. Вот метод определения диагностики по накатанию. Наверняка вам приходилось это слышать, да? Так вот, она уже больше 50 лет, эта диагностика существует. Но они все разные, эти диагностики, потому что это определяется и программным продуктом, который ее обеспечивает, и теми базами, которые в них заложены. И вот мы нашли одного изобретателя, одного исследователя, ученого, который работал в советские времена у нас в Зеленограде, но уже больше 20 лет живет на Тайване. В прошлом году я с ним там в Тайване встречался. И мы взяли на вооружение вот эту вот методику в своей работе, АРДК так называемой. Мы под 24 точкам измеряем проводимость каналов и определяем функциональные состояния. А самое интересное, что вот это понятие проводимости тканей имеет самое непосредственное отношение к структуре и функции тканевого матрикса. Потому что изменилась структура матрикса, и ток, который проходит по этому каналу, тоже будет меняться, проводимость будет меняться. Поэтому это самая прямая корреляция практически уже на механическом, электрическом уровне проводимости. И вот этот аппарат АРДК Ольга Сергеевна использует. И вот эти функциональные системы, их отклонение от нормы, которые мы можем регулировать матричными препаратами и теми средствами, которые есть в компании PowerMatrix, мы имеем возможность наблюдать на нашем аппарате. Ну, буквально два слова, значит, о самой программе, которую сейчас Ольга Сергеевна прокомментирует по результатам применения препаратов PowerMatrix. Значит, программа показывает на экране точку, которую надо измерить. Причем это не точка, а зона. И причем аппарат... У нас нет этого пистолета? Ну, что? Ну, он был показан. Вот этот пистолетик сам определяет максимальную проводимость в этой зоне и сам ее фиксирует и записывает в программу. И надо просто примерно определить зону, вот куда приложить вот этот пистолетик для снятия проводимости ткани. Важно отметить, значит, вот в этой методике предминало несколько технологий, не только чистое накатание. Совершенно бесполезно лечить какую-то систему и орган, если не в порядке позвоночника. Я думаю, вряд ли с этим кто-то будет возражать. Каждый сегмент позвоночника, если там подвылик, если там грыжа, если там стертый диск, или там какой-то воспалительный процесс, неважно даже, какого направления, в смысле, чем он вызван причиной, он будет так или иначе отражаться на работе и функции органа. Это понятно, да? Поэтому вот наша система, и мы очень часто видим, сначала проверяем состояние позвоночника, а это имеет прямую обратную связь, и в том числе с функциональным состоянием органа и его работой. Поэтому позвоночник мы имеем возможность корректировать и смотреть по этим проблемам, где это находится, по балансу. И, ну я уже пробегу, у нас в программе есть несколько карт, на которые Ольга Сергеевна, вот как... Кстати, в наших структурах, где мы работаем, здесь вот наша коллега есть из Махачкалы, я знаю. О, она рядом сидит, а я ее еще глазами там. Она доцент кафедры, кандидат биологических наук, сейчас диссертацию уже пишет, как доктор наук. И она, мы у них были с большим визитом, они все прекрасно организовали в Махачкале. Четыре дня мы работали на разных площадках, по много часов, это вот благодаря нашей замечательной руке Яд. И она, кстати, вот работает уже с этим аппаратом и тоже вот наблюдает пациентов. Они в офисе у себя его поставили и уже объективно рекомендуют препараты компании уже на основании объективных данных. Так вот, несколько слов, как эти объективные данные аппарат видит. Есть, конечно, некоторые шкалы, по которым надо определить вот эту проводимость ткани. Если проводимость ткани укладывается в коридор от 0 до 50, это идеальное состояние динамического баланса, вот этого гомеостаза. Если оно уходит от 50 до 70 в диапазон, то это означает, что состояние как бы предпатологии. Но предпатология от 50 до 70 может как быть... И, кстати, опять я обращаюсь к выступлению Ларисы Вячеславовны, у нее сегодня это прозвучало, а для меня вот эта маленькая фраза, она очень многозначительная была, а именно, что процесс может быть гиперактивным и гипоактивным, правильно? И вот у вас это прозвучало в докладе следующим образом в отношении брадикардии и тахикардии, что значительно легче решать проблемы, которых немножко завышена функция, чем тех, которые занижена функция. Так вот, завышенная функция работы, в том числе при диагностике, это означает, что это начальные стадии или какие-то стадии воспалительного процесса. А уже заниженные от нормы функции, это уже хронические стадии, дегенеративные стадии. И вот аппарат нам позволяет эти вещи смотреть. А уже когда от 70 до 100, мы уже говорим о конкретной патологии. И вот сейчас я передаю микрофон своей коллеге Ольге Сергеевне Шишаевой, который прокомментирует наблюдение. У нас огромное количество карт наблюдений по пациентам накопилось. Но мы вот здесь подготовили несколько пациентов, которых она наблюдала и применяла препараты компании PowerMatrix. И сейчас она это прокомментирует. Значит, прошу. Я прошу прощения. Вы говорили, что продукт не изменяется при нагревании. Да. А визум тоже изменяет? А там написано в инструкции... Вот сейчас мы должны к эксперту обратиться по поводу визума. Нет, я не сказал бесполезно. Я сказал, что целесообразно это дело совмещать. Потому что можно лечить орган и иметь проблему сегмента того или иного позвонка и эффект от лечения можно не получить. Причем я такие процессы наблюдал в своих поездках. Вот я был в Чечне, в Грозном. Ко мне приходили люди, вот ваши препараты не работают. Ваши препараты не работают. Я говорю, они не могут не работать. И в этой связи я просто смотрел на своем уже другом диагностическом комплексе, спектрально-динамическом, который мои коллеги здесь находящиеся знают. Я показываю всю проблему позвоночника, говорю, а вы хотите БАДами вылечить проблему. Вам сначала здесь надо корректировать. Но у вас есть ли есть крыша, то наши препараты помогут? Однозначно они улучшат функциональное состояние. Однозначно. И вот сейчас Ольга Сергеевна прокомментирует, как она говорит. Но чтобы получить оптимальное состояние, надо заниматься и с другой стороны к этой проблеме подходить. Вы не закончили. А если зафиксировано, есть искривление позвоночника, то есть он вот так вот... Ну, сколиоза, кифоза, это все. Изменения дегенеративные, связанные с возрастом, они, конечно, имеют быть. И они, конечно, создают напряжение. Сначала гиперактивность функциональной системы, потом эта гиперактивность меняется как раз состоянием гиперактивности. Потому что орган или система не может долго находиться в состоянии напряжения, и она просто утрачивает вот это вот состояние. И тогда уже уходит в хронизацию процесса, снижение функции. Вот как раз то, о чем мы сейчас говорим. Итак, я даю трубочку Ольге Сергеевне. Я думаю, что, во-первых, всем уже добрый вечер. Слышно меня? Во-первых, всем добрый вечер. Наша сегодня задача показать тем представителям своих регионов, как сегодня мы работаем с продукцией компании PowerMatrix. Вы все сами знаете, что линейка достаточно широкая, и подбор продукции нам как раз позволяет делать вот этот диагностический комплекс, который называется РДК. Во-первых, первое, что хочу сказать, это очень высокая объективность. Дальше мы можем просмотреть динамику, как раз динамику, как работают эти препараты. Хочу сразу сказать, что если кто-то работает на каких-то других диагностических аппаратах, то, наверное, здесь надо, может быть, просто предупредить, и то, что мы видим на своем комплексе, вот эти препараты системные. И смотреть динамику, предположим, через один день, через два дня, это просто нецелесообразно. Это в лучшем случае вы увидите в лучшем хаос, в худшем случае вы не увидите ничего. То есть, вот те результаты, которые мы сегодня покажем, у нас, Андрей Николаевич уже сказал, у нас собрана очень большая статистика, очень большая база по нашим, ну, скажем, партнерам, нашим дистрибьюторам. так вот скажем. регионы, которые тоже строят свою стиль, строят свои ветви, и еще, то есть, зарабатывают свое финансовое здоровье. Поправляют, правильно будет так сказать? Поправляют. поэтому, вот, мы сегодня еще один результат покажем, который предоставили наши партнеры, и прокомментируем его, что было представлено, каким образом человека, как делали подбор препаратов, и поэтому, значит, к вашему вниманию, такая первая, ну, первый результат, который мы вывели на слайд, мы вам показали карты, которые используются в программе, но для лучшего восприятия, и для более такого, может быть, легкого восприятия, мы все эти показания вынесли, вынесли вот в такие таблицы. Итак, применение препаратов и здесь я сейчас просто буду пояснять, что мы делали, препаратов Матрикс Ангел, это базовый препарат, вы прекрасно знаете уже про этот препарат, это соединительная ткань, которая относится и вся кровь, относится вся костная ткань, поэтому применение Матрикс Ангела, дальше применяли Матрикс Коронар и Матрикс Сосуды, и также применяли еще препарат, которые тоже являются системным, базовым, серебром номер 2. Вы знаете, что этот препарат, то есть он способен восстанавливать функцию выработки своего собственного мелатонина. Женщина, 52 года, которая тестировалась на нашем приборе, кстати, то, что мы выявили, вот вы уже видите, проблема была сердечно-сосудистой системе, она и остается на сегодняшний день, но нам было важно посмотреть, как сработают эти препараты и то, что мы видели уже в динамике. то есть вот в правом, с правой, с левой стороны, получается, от вас слева, вы видите первичное тестирование до применения препаратов. Было оно сделано с 20.01.16 года, а вторичное тестирование, которое вы видите с правой стороны, это было проведено уже 21 февраля, то есть был срок взят через месяц. Уже делали повторное тестирование после применения ровно через месяц. И смотрите, значит, Андрей Николаевич пояснил, что все, что выше 70%, мы выводим процентовку, это процесс предпатологий и даже патологий. То есть это такая очень высокая вероятность развития данного заболевания. Здесь женщина еще на самом деле она обследуется у кардиолога и с нарушением аритмии, головокружения, модышки и высокого как раз артериального давления. То, что выявилось у нас на диагностике сердца тоже 82%, очень тоже высокая вероятность проблемы. Легкие 72% и сосуды 85%. То есть была, ну, уже на диагностике увидели и то, что как работают сосуды, и спазмирование сосудов и потеря эластичности сосудов. И вот через, ровно через месяц вот при применении вот этих препаратов, причем все препараты применялись два раза в день. Я считаю, что этого достаточно, да, ну, как-то больше, может быть, во времени использовать ваши препараты. То есть нет смысла применять их 4-5 раз в день. и тем более они работают по системе сверхмалых доз. Поэтому здесь было применение два раза в день, примерно где-то через каждые 12 часов. То есть я повесню, если препарат применялся, предположим, в 8 утра, то следующий прием был произведен в 8 вечера. Я думаю, что все применяют вот по такому уже графику, который постоянно об этом говорит Любовь Викторовна Засорина. Поэтому это вот применение двухразовое. Серебрун 2 применялся именно на ночь. Это препарат, который, в принципе, рекомендуют менять на ночь. И вот здесь на повторном тестировании мы уже видим. То есть сердечно-сосудистая система. Я специально вывела еще цветным маркером через месяц изменения. Это уже можно говорить о том, что это коридор, коридор продрома, то есть предзаболевания. Предзаболевания. И то он уже очень близко к функциональной норме. Именно при применении вот этих препаратов. Мы уже видим 43%. Работа сердца улучшилась. То есть уже если брать такие показатели, как аритмию, головокружение, то уже мы вот этого ничего уже не наблюдали. легкие вот легкие 25% это физиологическая норма. И сосуды это восстановление или уже близко коридору такому коридору физиологической нормы это 47%. мы здесь а норма сколько вообще? Норма какая? Норма от 0 до 50 это коридор нормы. От 50 до 70 это предпатология. 70-100 это уже нарушение функции, которое уже как проявляется как патологически сформировавшийся процесс. вот диагностики это очень высокая вероятность достигает до 100% это очень высокая вероятность что данное заболевание уже присутствует то есть процесс уже давно сформирован. поэтому мы как раз здесь увидели. Мы также смотрели эндокринную систему потому что все системы естественно они взаимосвязаны. Эндокринная система при проведении тестирования это 51% на выходе то есть через месяц мы уже видели процесс именно такой процесс стабилизации что ли 25%. Надпочечники 78% и после применения 31%. Вот здесь кстати еще в процессе этого месяца еще добавляли матрикс надпочечники потому что проблема то есть очень высокий коэффициент был и просто ввели еще ввели курс лечения еще надпочечники щитовидная железа это то есть те системы которые относятся к эндокринной системе то есть вот эта диагностика она позволяет еще просмотреть функцию отдельно органа щитовидная железа 61% через месяц 34% поджелудочная железа 65% здесь мы видим 18% иммунная система 55% на через месяц 11% это кстати показатели очень хорошие очень хорошие показатели но это брали как раз после то есть там человек еще очень дисциплинированный вот применение этих препаратов шло очень дисциплинированно именно два раза в день без каких-либо пропусков и селезенка я вот хочу добавить на других комплексах мы работаем еще диагностических а это объективные данные значит хочу обратить ваше внимание практически кого бы ни смотрели надпочечники у всех в перенапряженном состоянии гипофиз надпочечники и вот это вот гадалки не ходить поэтому когда что-то занимаетесь всегда берите надпочечники то иммунная система гипертензии не имеет значения практически у всех что касается значит селезенки вот у нас пока Любовь Фикторовна я вижу как нашего Любовь Фикторовна у нас по селезенке что-то будет там у нас будет селезенка костный нос грудь селезенка будет да потому что селезенка даже если у кого-то печень в относительном порядке хотя вы знаете что мало у кого печень в абсолютном порядке особенно с возрастом то селезенка у нее огромная функция это и кровотворная функция и лимфатический это орган и значит подсказывайте мне иммунный орган значит поэтому и селезенка как правило в очень плохом состоянии у многих а вот возможность ее посмотреть такими скрининговыми методами не очень много представляет я просто обращаю наше внимание и вот нам Любовь Фикторовна подскажет что скоро будут препараты которые будут помогать нашей селезенке потому что если вот Тимус про который сегодня Любовь Фикторовна говорила у нас работает на синтез Т-лимфоцитов в частности Т-хелперов то селезенка у нас как раз работает по Б-лимфоцитам а там целый класс фактически это два иммунных органа очень важных и вот мы переходим ко второму пациенту значит ну я думаю тут в общих чертах можно да здесь в общих чертах но хочу пояснить что здесь не такая динамика не такая хорошая как была на первом результате это связано с тем что вот вы даже здесь видите мы писали значит человек мужчина это мужчина курит и часто употребляет алкоголь мы не знали как написать значит было написано пьет мы думаем ну как написать пьет часто употребляет алкоголь причем это очень интересный такой результат этот мужчина к нам просто пришел на диагностику а потом так получилось что мы его там немножко еще напугали он никогда не обследовался уролога проблема достаточно серьезная была которую он уже сам чувствовал и здесь вот мы еще там порекомендовали именно пройти уролога потому что выявлялась аденомопростата то есть вероятность была очень высокая и потом когда он уже на самом деле сходил к урологу и сдал анализ крови на ПСА там конечно да там присутствие аденомопростата оно было поэтому вот здесь тоже смотрим первое тестирование здесь даже мы взяли вот обратите внимание когда мы делали повторное тестирование если первое мы делали 16 марта то повторное даже больше там через месяц 21 апреля она она нас немножко пропустила на что жаловался данный пациент затрудненное частое мочеиспускание посмотрите мочевой пузырь сотка воспалительный процесс боли в паху поясницы это взаимосвязанные вещи как вы понимаете жалобы на отдышку кашель сердцебиение плохой сон ну и вот в анабности значит неправильный образ жизни скажем он этот месяц продолжал курить значит пил там были достаточно серьезные сделанные ограничения им вот и поэтому здесь вот мы получили еще вот уже 25 показания то есть 25 04 они конечно где-то там они входят ну процесс продромы то есть как предзаболевание но динамика хорошая поэтому нам было важно показать именно динамику как идет как работают эти препараты и как мы видим на эту динамику вот это было это было значит нашей задачей чтобы просмотреть как в динамике мы можем видеть работу этих препаратов а всего-то 47 лет так на всякий случай а проблемы уже явно выражены а в отношении пьет не пьет вот когда ангел применяете в системе и допустим вы решили выпить вина эффект неужели меня не слышно знаете как это неужели я как говорится пою тише чем козловский как это в Яралаше было значит вот когда вы применяете ангел системно ну допустим захотели выпить вина и уже вот эта доза она на вас не будет так работать потому что вот этот вот системный характер который выстраивается в организме структуры вино что делает оно у нас вот эту структуру нарушает в том числе по работе нашей в первую очередь нейронов и нашего мозга да и поэтому вот ангел системный препарат и вот он такой вот интересный эффект наблюдается так вот задали вопрос в процессе лечения мужчина курил и пил или нет вы знаете курить то он конечно курил но вот ограничения по четвертному там на самом деле были они были на самом деле потому что это ну наш знакомый которого мы могли что называется немножко контролировать то есть приходилось даже где-то пугать вот поэтому в принципе вот динамика очень даже неплохая очень неплохая и сейчас мы смотрим еще этот анализ лучше становится кровь поэтому это все говорит о том что препараты абсолютно работают и дают возможность применять их на любой стадии ну вот здесь мы кто был на самой первой нашей конференции которую мы проводили в московском офисе в космосе в гостинице мы демонстрировали вот эти результаты я благодарю своих партнеров это наши партнеры с которыми мы работаем предоставили уже фотографии я почему мы взяли второй раз вот показать эти результаты во-первых то что мы эти результаты видим выложенные у многих дистрибьюторов которые делают свои сайты и это связано еще с тем что было правильное понимание то есть что там было что применяли и что мы увидели на выходе потому что всегда ну лучше из первых да услышать чем это потом уже как такое плохое радио приводит уже к тому а вопросы всегда возникают то есть что применяли и что делали поэтому здесь женщине 60 лет не не выставленный диагноз непонятный то есть диагноза как такового не было но вот эти аллергические проявления это на лице на руках мы сейчас вам продемонстрируем причем с отеками очень серьезными отеками очень сильный зуд который постоянно ощущала эта пациентка не давали там ни спать ни покоя поэтому что мы здесь что они применяли вот этот результат нами был получен когда мы только начали работать с этими препаратами честно говоря на тот момент здесь делали уже знаете вот методом тыка что называется и что как антиоксиданты применили в первую очередь это матрикс ангел это матрикс селен использовали здесь обязательно вот хочу сказать что обратите внимание доктора которые здесь есть обратите внимание такое серьезное на препарат тимус 2 аутоиммунные процессы поэтому здесь применяли препарат тимус 2 и здесь еще применялся декорис препарат который работает по коже и что мы пронаблюдали именно через 3 недели вот это уже это у нас вот после применения этих препаратов это вот все эти снимки они сделаны ровно каждый снимок делался через одну неделю это вот уже руки такие были через одну неделю там уже получше стабилизация нашла это еще через одну неделю и вот уже это буквально через 3 недели мы получили вот эти фотографии где действительно разница очень ощутимая что было и что стало ну а я у нас еще есть выступающие и нам надо ускориться и буквально такой системный вывод в наших препаратах матричных препаратах а очень интересной линейке которая есть в составе продукции компании обратите внимание что в соответствии с новейшими биомедицинскими теориями внеклеточный матрик считается системой основной регуляции организма это по-моему очень важный критерий на который нельзя не обращать внимания который нельзя не брать в учет системного подхода к оздоровлению профилактике то есть превентивных методов лечения и это очень важное обстоятельство большое вам спасибо за внимание и собственно у нас огромное количество и Ольги Сергеевны материалов и я бы конечно но вот у нас ограниченное время общения тем не менее спасибо что набрались терпения даже до этого времени до Сибири огромное спасибо